добрый вечер дорогие друзья прошу прощения за задержку дело в том что у нас сегодня очень много видео у нас порядка 17 по моему видео сюжетов поэтому немножко мы сегодня забуксовали так вот мы с вами несколько дней не виделись и поэтому мы готовились чтобы было побольше для вас интересной информации сейчас секунду я поделюсь этим видео на сайте на своей страничке так вы тоже пока кто нас смотрит поделитесь своих группах своих лентах чтобы нас побольше увидело людей потому что сегодня буду у нас много интересной информации это надо чтобы люди смотрели так по фейсбуку я везде поделился сейчас я с ютубчика ссылку брошу на сайт наш есть ссылка на а вот . мд так 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 спасибо все везде мы есть итак поехали уважаемые друзья давайте обсудим что же интересного происходит буквально вот новость последнего часа в российском городе эйск военный самолет су-24 российской авиации с полным боекомплектом на полном ходу врезался в жилой дом естественно взорвался девятиэтажка вся в огне летчик катапультировался давайте посмотрим этих видео много но кто не знает географию где находится город ейск это вот это гонровский как полуостров или правильно его то есть получается вот фактически это на азовском море вот с той стороны мариуполь украина а с этой стороны россия вот таганрогский район или как у них там называется вот там этот город эйск вот в нем это все произошло очевидно что самолет раз он был с полным боекомплектом летел бомбить украину но что-то у него произошло и он решил что лучше в этот раз вам по бомбит россию летчик выбрал для себя мудрый вариант он решил катапультироваться посмотрим чем эта история закончится повторяю это произошло вот буквально вот-вот еще очень мало информации продолжают разбираться сегодня российские войска самого утра атаковали киев с помощью этих иранских дронов камикадзе как минимум три взрыва произошли в шевченковском районе киева по словам мэра виталия кличко атака была направлена на гражданскую инфраструктуру замминистра мвд герасченко снял видео с одного из этих мест прилет прилета иранского этого шахида дрона по жилому дому в киеве давайте посмотрим это видео я сейчас нахожусь центре киева куда прилетел иранский дрон без стрелотников ударил по жилому дому сейчас работают спасатели под завалами слышны голоса людей все делается для того чтобы постараться достать вот вы видите какие цели выбирают путин для своих ударных дронов которые ему любезно предложили террористы из ирана это жилые дома в центре киева как вы сами видите это жилой дом и ну вот казалось бы знаете с этими дронами иранскими он нет относительно небольшой в нем всего 50 килограмм взрывчатки всего ли или это много или мало это немало 50 килограмм взрывчатки достаточно много но вот для жилого дома это много и я смотрю знаете что по украине этих дронов сейчас люди боятся это вот именно психологическое давление почему потому что он когда летит он очень сильно жужжит вот прямо как знаете как как будто едет группа байкеров на каких-то старых мопедах издают этот шум плюс по нему непрерывно стреляет там все мы дальше посмотрим видео там и полиция военные я видел фотографии даже мужики закнать винтовки стреляет по нему короче стреляют все и конечно эта атмосфера когда со всех сторон стрельба сверху летит этот мопед это ну психологически давит очень сильно поэтому хотя они не такие страшные как допустим крылатые ракеты потому что крылатые ракеты прямо обрушают целые дома эти наносят поражение меньше но тем не менее психологический эффект от них очень очень большой так подоспели ваши приветствия модератор собрал значит нам передают привет лондон испания ужгород херсон одесса бергама южный львов мукачево турин афины кропивницкий вилково израиль дания аккерман мирана эстония николаев чернигов новомосковск куба казатин ницца запорожье сороки дигев дигевка флорешты бендеры латвия киев александр фельд каушаны жмеренко нюрнберг салтлейк сити хмельницкий харьков амстердарм амстердам цюрих друзья и как обычно еще прошу вас те кто нас смотрит из молдов вы тоже не стесняйтесь пишите о там пишет амстердам цюрих ну и что бельцы кишинев тоже пишите я же по статистике вижу что вы есть но я хочу чтобы и другие знали что тоже нас смотрят молдова чтобы в первую очередь наши из молдовы чтобы тоже это видели чтобы понимали что у нас здесь интересно для всех и кстати да я сейчас буду добавлять в каждую нашу в каждый ежедневник что у нас был чисто международный я буду добавлять каждый день понемножку новостей из молдовы и это будет у нас тоже наш это кстати по поводу приза мы его разыграли кто не смотрел в субботу нашелся победитель это алексей с киева я с ним созванивался мы договорились завтра ему отправлю я еще надеялся все таки что у меня состоится поездка но видимо пока не получается в ближайшее время поэтому лучше отправлю ему почтой уже когда он получит приз мы договорились что мы выйдем с ним на связь и по скайпу мы с ним пообщаемся не знаю это может быть не знаю сколько почты доставка длится через неделю мы с ним пообщаемся он расскажет нам о ситуации там у себя дома в киеве заодно если захочет вам что-то сказать круче найдем о чем поговорить это не проблема так мы едем дальше и вот посмотрите в какой атмосфере сегодня работали журналисты в киеве что там происходило и и и и и и и Продолжение следует... И хочу вам показать еще одно видео, результаты этого прилета и потом расскажу, какие там есть жертвы. Давайте посмотрим следующее наше видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Также появились сегодня несколько видео, как пытались сбивать эти дроны. Вот патрульная полиция в Киеве стреляет по летящему дрону. Давайте посмотрим. Продолжение следует... 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 перенесите 21-30 нет, слушайте, это на самом деле как правильно сказать это моя вина, просто то, что мы должны начинать в 20.00 но каждый раз у нас происходит какая-то то в последний момент какая-то новая информация то не успеваем обработать эти видео потому что их надо залить в программу, надо подготовить то есть последние новости включаем, значит меняется текст названия, то есть это вот все все как бы накладывается одно на другое поскольку как бы я работал на одном большом телеканале там работало по тысячу человек наверное во всем холдинге и там этот отвечал за эту лампочку тот отвечал за тот, этот двигал промптер, этот там еще что-то короче, то есть на одну мою передачу была задействована команда порядка было 4 оператора, плюс в режиссерской сидел человек 8 это на одну программу, у нас как бы таких возможностей нет, поэтому иногда происходят такие сбои, я за это извиняюсь но бывает и такое спасибо, что обратили внимание речь идет о нашей, не нашей, это, я участвую в проекте на молдавском национальном телевидении у меня там сейчас совместный проект с Дарьей Гвинджи называется сканер каждое воскресенье 21.30 мы анализируем ситуацию самые важные события, которые происходили за неделю там будут интересные интервью и в общем вот то, о чем вы написали что вам понравилось, спасибо я надеюсь, что с каждым разом будет все лучше и интереснее потому что мы сейчас нащупываем нащупываем как это сделать так, чтобы это было классно чтобы это вам нравилось и вы должны понимать, насколько это тяжело потому что национальное телевидение это старая структура очень такая, как неподвижная, бюрократичная но сейчас там пришла молодая команда и пытаются что-то делать какие-то новые программы, новые проекты в принципе очень неплохие новости на русском языке у них выходят и вот сейчас делают такую информационно-аналитическую программу каждый, кто с Молдовы, смотрите каждое воскресенье в 21.30 или кто пропустил, на фейсбуке есть страничка телерадио Молдова найдите ее и там она есть эта запись в воскресной программе Андрей, как думаете ЕС и США могли бы перекрыть логистику с Ирана? Если да, ваше мнение почему они это не делают с того времени, как предоставили первые дроны? Спасибо Они нет, я думаю, что не могут потому что там, короче, ситуация такая Иран, во-первых, отрицает категорически что это его дроны и это неудивительно, потому что я в свое время изучал секты и шииты, которые правят Ираном у них вот из десяти пунктов, на чем базируются их идеологии есть, называется это такия вот такия это ложь то есть лгать это у них считается круто это правильно кто лучше лжет во благо каких-то своих идей тот самый крутой поэтому они говорят, что это не их и вот сейчас, насколько я знаю, буквально сегодня читал об этом, что международные структуры собирают доказательства, что это все-таки Иран возможно, Ирану за это прилетят какие-то новые санкции какие-то новые там проблемы посмотрим и самое интересное, что может произойти это то, что сегодня в первый раз Израиль один представитель Израиля заявил, что а не пора ли нам начать интенсивнее помогать Украине потому что Иран, враг Израиля, активно помогает России значит, Израиль должен помогать Украине против того, чтобы Иран не мог нормально там тренировать своих потому что каждая такая атака это испытание иранского оружия и они его улучшают соответственно, Израиль должен тоже принять в этом участие чтобы не давать им возможности так тренироваться Андрей, как стать собственным корреспондентом АВТВ? ну, если вы хотите, как мы, мы здесь работаем на волонтерской основе если вы готовы снимать для нас какие-то репортажи то очень просто снимайте репортаж, присылайте нам если репортаж интересный, мы его показываем ну, в принципе, если вы это видите как-то напишите просто нам на мейл письмо там есть в описании к видео контактные наши имейлы скиньте туда письмо и разберем, что вы имеете в виду пишите, что не задавали, но не получили ответ возможно, письмо попало в спам вы скиньте сегодня и напишите в комментариях на какой из имейлов именно вы скинули там несколько имейлов я проверю, чтобы убедиться, что оно не потерялось в спаме так, едем дальше, друзья значит, вот то, о чем вы говорили Иран планирует поставить России баллистические ракеты земля-земля которые, вероятно, будут использованы в войне России против Украины об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей Минобороны США по их данным, первая партия ракет Fatih-110 и Zolgavhar если я правильно прочел, я иранский, не знаю уже готовится в Иране к отправке в Россию насколько это опасно? ну, скажем так, эти иранские ракеты они не лучше, чем российские ракеты они не такие, даже наоборот у них, по-моему, на 300 километров то есть они менее дальнобойные, чем российские ракеты но, тем не менее, проблема не то, что они лучше или хуже они хуже, но проблема в том, что они есть потому что у России-то заканчиваются ракеты а с помощью этих иранских ракет еще какое-то время Россия сможет обстреливать Украину и проблема в этом но сейчас вот уже сложилась такая ситуация кстати, мы об этом говорили в воскресенье с депутатом Верховной Рады Украины в той передаче на Молдова-1 на национальном телевидении и вот сейчас на саммите НАТО даже неправильно не саммит это координационная группа НАТО по Украине они приняли решение интегрировать Украину в систему ПВО Евросоюза или, правильно сказать в систему ПВО НАТО то есть, что это значит? в Украину будут сейчас поставлять различные системы современные ПВО которые между собой интегрируются то есть, условно говоря спутник замечает пуск где-то на территории России радар там такой-то допустим, в Румынии там мощные радары стоят они видят, что там летят через Черное море ракеты одна база ПВО, которая находится там в таком-то городе Украины, замечает их потом перехватывает, другая база ведет в это время вылетает то есть, это огромная система которая управляет искусственным интеллектом которая гораздо эффективнее сможет закрывать небо Украины и сейчас эти системы уже начинают поставляться в Украину мы говорили, что уже идут эти НАСАМС идут ИРИСТ это самые современные сейчас в мире какие есть системы ПВО и вот сегодня пришла новость что Франция поставит Украине систем Кротейл они будут особенно полезны против именно этих беспилотников и воздушных бомбардировок об этом сказал глава Минобороны страны этот Кротейл это ЗРК малой дальности он как раз предназначен для борьбы с средствами которые идут на малых и запредельно малых высотах то есть, это, ну, который, условно говоря он идет там, вот как эти дроны иранские там, 500 метров вот как раз этот Кротейл может сбивать такой но он может сбивать и на 10 километров как бы у него этот рабочий диапазон от 500 метров до 10 километров и вот французы сейчас предоставляют эти системы ПВО для Украины сегодня очень интересную информацию выкатил Укроборонпром значит, они намекнули, что у них уже на финальной стадии находится разработка украинской альтернативы вот этим вот иранским мопедам на самом деле у Украины были дроны Камикадзе я не знаю, может быть еще есть может закончились им американцы поставляли эти дроны Камикадзе но в небольших количествах и гораздо более легкие, чем иранские то есть там, по-моему, заряд 5 килограмм то есть он может поражать, допустим, машину эту вот бронированную, он может поражать там скопление пехоты против танка уже так себе, уже вряд ли и вот сейчас Укроборонпром разрабатывает какой-то свой ответ который как раз вот сможет поражать уже гораздо более серьезные объекты они написали сегодня в соцсетях дальность этого дрона будет 1000 километров то есть, чтобы вы понимали это спокойно долет до Москвы и даже за Москву и вес боевой части 75 килограмм это больше, чем у этих шахидов иранских там 50 килограмм, тут 75 килограмм и написал украинское предприятие что заканчивается разработка то есть оно уже в стадии испытания ведомстве назвали сегодняшние атаки дронами со стороны РФ агонии попыткой запугать, устроить террор в Укроборонпроме добавили, что работают в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения и практически ничего не рассказывают о разработках потому что так надо мы предпочитаем работать 24 на 7 вместо того, чтобы заполнять медиапространство громкими заявлениями об этом сказано в сообщении госконцерна в Укроборонпроме намекнули, что разрабатывают украинскую альтернативу иранским мопедам ну, представьте себе если у них будет у ВСУ будут эти дроны которые имеют 75 килограмм взрывчатки летят на 1000 километров это даже не то, что до Москвы до Москвы там где-то 500 километров это намного дальше они могут лететь куда угодно фактически по европейской части России это и до Питера могут долететь то есть, ну, в ответ на следующий, допустим, налет на Киев может быть такой же налет на Москвы точно так же российское ПВО, оно как бы и так уже показало что оно недееспособное но если будет лететь, допустим, 20 одновременно таких дронов ну, фактически половину, как минимум, спокойно долетает до Москвы и устраивает там большой там тарарам так что ждем, возможно, скоро будет очень интересно ну, а пока до Москвы долетать не могут вот в Белгороде российском, который недалеко от границы с Украиной что-то происходит очень громкое за эти выходные там прямо вот было бавовно за бавовной давайте посмотрим посмотрите, сколько их ох жители Белгорода насчитали минимум 16 взрывов в городе то есть, что это было, непонятно это работало ПВО либо их сами ракеты возвращались назад кстати, такого много раз уже почему-то происходило я показывал в пятницу, по-моему, я вам выкладывал или в субботу в субботу, по-моему, в террариуме это было я вам выкладывал российского блогера из Белгорода где он как раз об этом говорит он говорит, что? он говорит, типа, да, по нам стреляют и украинцы но они попадают точно в цель, потому что у них современное оружие куда выстрелили, туда и попали говорит, а если видите, что падает куда-то просто то это наши, типа, россияне стреляют и, говорит, ракеты у нас как капризные барышни вылетело, я передумала и полетело обратно прямо на Белгород такие видео были и вот, ну, короче, непонятно, что у них там происходит но понятно, что в этом городе жить уже очень-очень неспокойно сейчас я вам хочу показать одно видео это сегодня выложила МВД Украины Министерство внутренних дел для мотивации но в чем суть? в том, что армия Украины это интернациональная армия давайте посмотрим это видео особенно будет интересно тем, кто из Молдовы мы карту Эливар я украинец ясен поляки ясен поляки ясен украинцем я украинец я русская я украинцем я украинцем я украинцем я украинцем это ответ всем тем недалеким людям которые верят, что Украина проповедует нацизм что там только украинцы и все ну, как бы человек, у которого хоть капля мозгов уже бы задумался подожди, у них же там президент еврей как это может быть украинский национализм но, тем не менее, понимаете в российском телевидении утверждают, что именно так что там только украинцы и все всех остальных там чуть ли не держат в концлагерях ну, и всякие такие вот ужасы, страшности так, парочку есть вопросов от вас Андрей, вы видели, как сегодня возвращаются с фронта алкозависимые мобики они не думают о войне, только о бухле ну, слушайте, я не видел, честно говоря что этих видео очень много но я вообще не удивлен, потому что как бы там с алкозависимостью в России это большая проблема, особенно в селах это, кстати, знаете, многие говорят, что ну, что ты говоришь, это же русофобия, это неправда друзья, это правда, вот реально да, в больших городах там более-менее окей но в маленьких городах народ бухает просто по-страшному то есть там мне это говорили уже не один человек о том, что если, допустим, появляется какой-то допустим, обычный нормальный человек россиянин, русский начинает работать начинает что-то там строить, создавать его ненавидит все село потому что они все бухают а он как бы на их фоне типа, ты что, правильно? ты что, нормальный? поджигают ему потом все, что он там делает там, всякие пакости строят так что есть там такая проблема есть даже целые, кстати, научные статьи почему в России такая проблема с алкоголизмом потому что, допустим, по проценту потребления алкоголя допустим, те же финны, там еще кто-то тоже много пьют но почему у них нет именно вот такого алкоголизма когда человек деградирует когда начинает просто скатываться по социальной лестнице вот это как бы вопрос к психологам который, кстати, ответ так и не дал Андрей, что думаешь, выкупят Гиркина есть эта новость, дойдем, сейчас поговорим Сергей Глазев, есть такой товарищ в России который когда-то был большим соратником этого батута как его, Рогозин он типа экономист, но если вы слышали, что он говорит это такой запредельный бред это просто, знаете, как будто умственно отсталый ребенок рассуждает на тему экономики но тем не менее, да, котируется в России там Путин даже прислушивается к его каким-то советам ну это типичный фашист наподобие Дугина который там у них империя превыше всего и так далее так вот он сказал, что вот то, что все сейчас происходит в Вашингтоне ждали и хотели нашего вторжения Россия оказалась втянута в войну со всем западом по американско-британскому сценарию нас обманули, нам внушили иллюзию нашей быстрой победы это очень важная вещь почему я вообще заостряю внимание на этот момент дело в том, что такие разговоры ходили после Крыма когда Путин забрал Крым и прилетели санкции и первый раз тогда упал рубль и возникли определенные проблемы начали разговоры, что так это сценарий англосаксов это же, ну понятно же, что они просто его в ловушку его в этот раз начинается то же самое что как бы, дескать, мы-то не виноваты виноваты это англосаксы они нам внушали столько лет, что мы непобедимы то есть это нет, это не пропаганда ваша которая с федеральных каналов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю рассказывала о величии российской армии как там летят сарматы, летят кинжалы там летят танки, летят подводные лодки все летит, все такое великолепное все аналогов нетное нет, 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 это вот не от этого это англосаксы ходили вот, когда они ночью ходят ссать по подъездам в России, то они одновременно тихо нашептывают в скважину замочную в двери вы непобедимые, вы всех порвете вы самые крутые и вот русский народ в это поверил и после этого решил, ну как раз мы непобедимые значит надо напасть на Украину то есть это была хитрая задумка англосаксов которые, и они же просто подтолкнули Путина, он спал 23 в ночь на 24 февраля и в мыслях не было нападать а они его резко подняли и он в шоку, а все я принял решение, вторгаемся в Украину очень хитрый, очень подлый план англосаксов, которые все это устроили а для чего? для того, чтобы погубить Россию то есть видите, как бы они признают что да, Россия гибнет сейчас что проблемы колоссальные но это же не Путин виноват и не русский виноват это виноваты проклятые англосаксы они все это подстроили все эти страшные ужасы и вот так вот и происходит ну кстати, вот эти самые англосаксы в виде блока НАТО они начинают, да, сегодня 17 октября начинают ядерные учения в них примут участие 14 стран и около 60 самолетов в том числе самые современные истребители и стратегические бомбардировщики США Б-52 учения продлятся до 30 октября включительно ну тут надо понимать, что это ответ на постоянные угрозы со стороны российского эстеблишмента о том, что скоро они уничтожат весь мир и вот НАТО проводит эти учения тренируются а что делать, если это будет правдой потому что в России-то они как бы угрожают-угрожают но да, вроде они сейчас там в Баренцевом море пытаются тоже в России проводить свои учения вроде бы, когда же возможно будет там ядерный взрыв ну или подводный или еще какое-то как было в советское время они там делали ядерные взрывы подводные для изучения последствий не знаю, будет или нет но тем не менее вот мы докатились до того что я когда был ребенком у нас была самая актуальная тема когда будет ядерная война потом вот прошли годы когда об этом все перестали говорить думали, что ну как бы ядерная война могла бы быть только между СССР и между Западом СССР не стало все выдохнули спокойно все, ядерной войны не будет но Путин решил, что нет рано вы расслабились как бы он как бы вводит мир буквально по самой грани и упадем мы за эту грань или нет пока непонятно тем временем посольства разных стран уезжают из Киева Китай, Сербия, Египет там какие-то еще страны из СНГ из Средней Азии вроде даже посольство Италии сегодня тоже призвало своих граждан срочно покинуть территорию Украины что это значит? это не факт что это именно из-за ядерной войны ну во-первых то, что как бы вот самый простой ответ это вот из-за этих путинских атак дронами может быть из-за этого но я думаю что может быть еще другая причина дело в том, что сейчас об этом уже многие говорят в том числе в российские военные корреспонденты что скорее всего будет в ближайшее время освобожден Херсон то есть оттуда будет выбита русская армия и это же Россия объявила это своей территорией фактически это будет означать оккупацию внешним врагом областного центра России то есть возникает вопрос если Путин вообще-то планирует когда-то применять ядерное оружие то ну вот если это не повод то что? типа ну Херсон ладно как бы Херсон можно сдать а вот Москву мы не сдадим то есть я думаю что просто многие боятся именно что вот как бы в ответ на деоккупацию Херсона Путин может применить ядерное оружие потому что как бы если он не применит тогда то вообще непонятно когда он его применит когда будут штурмовать Москву но я думаю что когда будут штурмовать Москву Путин будет в том же положении что и Гитлер будет сидеть где-то в бункере с Кабаевой вместе там и пить яд то же самое что делал Гитлер поэтому вряд ли он тогда будет думать о ядерном оружии а сейчас вот именно на моменте Херсона это как бы момент истины короче если в ближайшие две недели не произойдет ядерная война ну наверное ее уже не будет посмотрим как бы и сейчас вероятность скажем так меньше половины но тем не менее она очень большая в каком виде опять-таки сложно говорить скорее всего это будет опять-таки русский авось типа а вот хернем мы ядерной бомбой куда-нибудь там допустим по острову Змеиный например а что будет а посмотрим что будет как они вторгнемся в Украину а посмотрим что будет да может быть после этого Москвы не станет не знаю но тем не менее как бы думать на два хода вперед это ну вот явно не конек Путина у него получается на один ход и то как правило он ошибается по крайней мере вот эти восемь месяцев они показывают каждый день нам показывают что планировать он вообще не умеет от слова абсолютно в выходные дни интересная произошла история в Белгороде секундочку давайте я гляну чтобы не накапливались ваши вопросы Андрей правда что два часа назад ЗСУ под Херсоном уничтожило танковую батарею рашистов не знаю но как бы вообще это не исключено это вполне возможно я вообще знаете честно говоря надеялся что мы сегодня будем говорить про освобожденный Херсон потому что так вот в воскресенье бодренько пошли ВСУ в атаку но что-то они немножко потом забуксовали ну посмотрим как бы тем не менее из Херсона интенсивно эвакуируют все рашистское поэтому все-таки вероятность освобождения очень высокая в курсе что в Москве подземные гаражи переоборудуются в бомбоубежище туда завозят кровати медикаменты да я знаю что есть распоряжение властей подготовить все бомбоубежища проверить в каком они в Москве проверить их состояние так что да я в курсе этой ситуации ну то есть опять-таки это может быть из рамка из рамок того же блефа а может быть действительно Путин готовится к ядерной войне но чтобы вы понимали бомбоубежище даже ядерное бомбоубежище я был в одном таком в Кишиневе их задача в том чтобы укрыться на несколько дней вот туда зашли прилетели на город ядерные бомбы город взорвался все и вот потом три дня ждет пока оседает пыль пока там ветром немножко сдует эту радиацию потом в защитных скафандрах выйти и куда-то там бежать в принципе в городе все равно уже жить невозможно да и пока будут бежать там скорее всего хапнут смертельную дозу радиации поэтому эти все убежища это больше знаете такое психологическое самоуспокоение ну либо надо такое бомбоубежище в котором можно прожить лет 20-30 тогда наверное в нем есть смысл но есть ли смысл вообще жить если вы собираетесь жить в бомбоубежище 30 лет не видя солнца и в узком замкнутом пространстве не думаю что есть в этом смысл ну ладно сейчас я вас напугаю скажите пессимист нет я не пессимист я реалист но как бы надо понимать что все-таки вероятность такого развития событий нельзя исключать даст бог что этого не будет но надо понимать что все быть может так вот про Белгород там в воскресенье произошла интересная штука на полигоне российском полигоне во время тренировок два мобилизованных как говорят они были то ли таджики то ли кыргызы открыли огонь из пулеметов по своим сослуживцам сначала говорили что это таджики первое сообщение потом сказали что это украинские террористы короче в итоге непонятно кто но важно то что как сообщает издание СОТА стреляли трое двое из них были убиты на месте один сбежал и количество жертв тоже разнится вот официальное агентство российское ТАСТ выложило сообщение о том что из этого ЧП в Белгородской области 11 человек были убиты еще 15 ранены и доставлены в больницы огонь был открыт во время занятий по огневой подготовке с добровольцами об этом сообщило Министерство обороны России и также они сообщили что эти террористы так сказать были уничтожены снайперским огнем говорят что там на вышке какой-то офицер снайпер который наблюдал за всем происходящим у него была снайперская винтовка и вот он убил этих двоих которые расстреливали своих сослуживцев также СОТА передает что там находилось более 100 человек они все были из Брянской области которые категорически отказывались чтобы их отправляли в Украину под лиман опять-таки это все сейчас очень сложно проверить потому что непонятно вообще что там произошло на самом деле говорят что конфликт был на религиозной почве другие говорят что на этнической почве третьи говорят что из-за того что не хотели ехать в Украину короче не важно важно в том что эти двое вроде как все-таки это таджики даже появились их данные 23-летний Мехро Прахмонов и 23-летний Эсхон Аминзонт они были мобилизованы в качестве добровольцев прибыли на полигон 11 октября и вот покрошили своих сослуживцев тут конечно возникает вопрос откуда граждане Таджикистана оказались мобилизованными в российской оккупационной армии то есть если их просто хапнули где-то на стройке вот как они сейчас делали облавы всех подряд загребали таджики не поняли вообще там что с ними происходит возможно они знали русского их отвезли и вот они когда до них дошло что происходит они решили что ну тогда вот так и вот такой вот получился результат я думаю что таких результатов будет много потому что мы с вами много раз кстати сегодня еще посмотрим видео это армия которая просто выглядит как бомжи они бухают постоянно там дисциплина нулевая у них при этом есть оружие то есть я вам показывал видео где человек просто вообще в умат пьяный он вообще не понимает где он находится у него есть автомат так что ну удивляться что там могут происходить такие вещи как бы ну вообще не стоит парочку слов по поводу Илона Маска мы с вами наблюдали на прошлой неделе за этой драмой когда он сначала сказал что это вот типа все я прекращаю спонсировать Украину пусть Пентагон оплачивает эти старлинки интернет этот переносной спутниковый типа мне это надоело ну судя по всему Пентагон ему сказал что не будет этого оплачивать или не знаю что короче говорят что с ним провели очень интересную беседу короче Маск принял решение бесплатно продолжать финансировать Старлинк в Украине он написал черт с ними хотя Старлинк все еще теряет деньги а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины заявил миллиардер Илон Маск ну и хорошо как бы тут что сказать молодец будь то добровольно будь то потому что ему что-то где-то выкрутили там кто-то из Пентагона там взамен каких-то других вещей не знаю пофиг важно что Старлинк остается в Украине Маск молодец при любом раскладе все равно молодец раз он это все оставляет давайте немножко про Гиркина поговорим спрашивали на прошлой неделе куда делся Гиркин почему он не пишет появился потом пост от его жены где они сфотографировались он в военной форме что типа все пошел на фронт будет там каким-то командиром красным командиром будет чем-то там командовать короче когда это стало известно в Украине на него объявили настоящую охоту почему ну потому что Гиркин считается одним из тех кто начал в 14 году эту войну этот российский спецслужбист во главе подразделения вошел на территорию Украины и якобы это были шахтеры сепаратисты которые не хотели жить под Киевом он организовал первое отделение части территории они вошли там в Славинск Краматорск потом кстати их оттуда выбили но суть не в этом суть в том что он был один из тех кто начал эту войну которую Путин говорит что мы не начинаем войны мы их заканчиваем нет вы их начали именно с помощью таких как Гиркин которые в 14 году начали эту оккупацию Донбасса так вот поэтому плюс его ищут потому что он как раз руководил подразделением которое сбило малайзийский Боинг то есть чувак умудрился сделать два громадных преступления за которые его украинцы очень хотят с ним плотно пообщаться так вот на него объявили охоту призовой фонд собирают сразу много кто и глава Одесской администрации Сергей глава Одесского ПС Сергей Стерненко и солист группы антитела Тарас Тополя и военный Валерий Маркус и теннисист Сергей Стаховский и глава Луганского Сергей Гайдай короче все открыли сбор денег для того чтобы заплатить тому кто сможет поймать Гиркина уже они собрали это на момент вчера было 50 тысяч долларов не знаю сколько еще до соберут но сегодня появилось заявление от главного генерального управления разведки Украины они гарантируют 100 тысяч долларов тому кто поможет взять в плен Гиркина то есть там частники собрали ну уже наверное сегодня уже под 100 тысяч будет плюс 100 тысяч от Гура неплохой такой приз получается за голову Гиркина я вам напомню что эта практика вообще-то общая такая как бы общепринятая допустим вы можете зайти на сайт по-моему ФБР или ЦРУ я сейчас боюсь ошибиться в Америке там есть раздел Most Wanted самые разыскиванные и там я туда давно не заходил но когда-то много лет назад я зашел туда и видел там допустим за Бен Ладен это еще до того как его ликвидировали предлагали награду 20 миллионов долларов за Аймана за Вахери по-моему 25 миллионов потом за какого-то там мексиканского барона 15 миллионов то есть да ну Америка имеет денег побольше чем Украина но как бы вот за Гиркина он опять-таки тоже не Бен Ладен не дотягивает за него предлагают вот такие 100 тысяч от ГУР и там еще сколько-то там десятков тысяч от частных инвесторов короче судя по всему Гиркина будет сейчас очень активно ловить я бы так понимал что он сейчас будет активно прятаться пытаться быть где-то в тылу но если его поймают это конечно будет очень интересно это ценный свидетель хотя скорее всего пристрелят свои теперь чтобы он не попал в руки украинцам потому что может много чего интересного рассказать так еще секундочку парочку вопросиков от вас и поедем дальше Андрей говорит Кабаева продает недвижимость в Швейцарии разве она не под санкциями она под санкциями но Швейцария не Евросоюз там часть санкций действует часть не действует они какие-то ввели свои санкции она потому и продает потому что понимает что жить ей там не получится Андрей я по своему городу говорю если будет ядерная война нам всем хана у нас ничего не осталось от бомбоубежищ они разбиты и разворованы ну это из России пишет человек на самом деле такая ситуация почти по всему бывшему Советскому Союзу потому что у нас в Кишиневе тоже я когда был ребенком у нас были учения в школе нас отправляли в подвал школы это типа произошла ядерная война и мы должны были спуститься в подвал одеть противогазы и сидеть там какое-то время у кого не было противогаза одевали марлевые повязки короче такая история сейчас да сейчас почти все подвалы особенно в жилых домах давно завалены все хламом там поделены на какие-то кладовки то есть там прятаться как бы особенно всему дому просто нереально это там придется сидеть друг у друга на голове чуть лучше ситуация в новостройках потому что там есть хотя бы подземные паркинги хотя бы можно туда спуститься тоже так себе убежище но хоть что-то поэтому да ситуация везде одинаково плохая сейчас в Украине новый закон новострои должны сдаваться только с обязательным наличием бомбоубежища такое кстати есть и по-моему в Финляндии в Израиле конечно такое есть короче в некоторых странах такая ситуация есть так также в Москве отменили мобилизацию Путлер сказал что через две недели закончится частичная мобилизация но начинается осенний призыв что думаете об этом я даже не стал это включать я видел этот указ Собянина о том что типа все мобилизация закончена я вам напомню что в Курской области потом по-моему в Брянской области то же самое происходило когда местные главы выходили и говорили все мы выполнили план сколько надо нам сказали мы поставили на следующий день приходил от Министерства обороны России указ еще домобилизовать столько-то почему потому что местные администрации на них как бы возложили эту обязанность но они не имеют права по закону остановить мобилизацию сказать что все может только Путин верховный говнокомандующий до этого это никто как бы сказать то есть Собянин это сказал по двум причинам первое чтобы успокоить людей сказать вот какой он красавчик молодец он остановил это во вторых это скорее всего для того чтобы продолжали хапать людей но просто чтобы немножко люди как бы стали потому что там молодежь просто исчезла с улиц боятся ходить и вот ну типа все-все нормально все выходите и потом пойдет вторая волна будут загребать то есть я думаю что эта мобилизация будет длиться еще очень долго да сейчас начинается 1 ноября осенний призыв от которого тоже люди будут бегать потому что будут думать и справедливо думать что их отправят на фронт призыв закончится начнется следующая волна мобилизации короче будут молодежь забирать с улиц буквально нон-стоп так на это я ответил давайте едем дальше друзья я вас прошу сейчас пользуясь случаем давайте у нас сейчас будет рубрика про этих мобилизованных шмобиков я вас прошу поставьте ваши лайки это для нас очень важно поделитесь этим видео и кто на нас не подписался обязательно подпишитесь у нас три варианта выхода мы в фейсбуке мы на ютубе это идет лайв и там и там и на телеграме я выкладываю или ночью или на следующий день утром я выкладываю программы поэтому вы можете это все видеть на этих трех наших источников и хорошо бы чтобы вы подписались чтобы не пропускали наши последующие передачи давайте поговорим про этих мобилизованных российских я вам сейчас покажу видео где женщина жаловалась что там ее не знаю мужа или кого его забрали сказали что два месяца их будут готовить ну она думает ну как бы окей все забрали два месяца подготовки через два месяца на войну через неделю после того как его забрали пришла похоронка никакой подготовки его сразу вот с того места как забрали бросили на фронт его там естественно тут же убили и вот вот и все посмотрите что она говорит что он ушел по повестке в военкомате когда получается я ездила оформлять справку на пособие 20 тысяч на эту выплату там сказали что он добровольцем пошел а потом опять выяснилось что он пошел все-таки по повестке что ему вручили и вот где правда мы не знаем где правда никто не знает и так же остаются вопросы как так получилось что ему обещали всем два месяца переподготовки а в итоге человек туда уезжает и через неделю возвращается обратно вот так вот никто на этот вопрос тоже не может даже не возвращается даже не возвращается и никто не дает на этот вопрос так сказать ответа они в военкомате говорят мы тоже ничего не знаем а мы тоже в шоке а как вы тогда посылаете людей-то туда мало того что обманули их с тем что никакой подготовки не было сразу на фронт так еще и деньги не дают сказали что он он оказывается не доброволец то есть чувак пошел добровольцем пришел сам в военкомат ну бывает такое как бы умственное расстройство пришел сам военкомат а им сейчас говорят родственникам а он по повестке пришел не положено ему никаких компенсаций так что вот просто просто прекрасно но не везде такие подлые всякие эти вот там местные власти вот например в Якутии реально заботятся о семьях этих вот и пообещали им выдать капусту лук и морковку это качественный нормальный обмен семья теряет кормильца мужчину но зато взамен получает морковку капусту нормально давайте посмотрим в течение октября месяца семьи мобилизованных горожан могут обратиться в центр поддержки семи участников за единоразовым продуктовым набором состоящими из свежих овощей это капуста картофель морковь свекла лук все выращено в пригородах города Якутска в случае необходимости волонтеры доставят их до вашего домашнего адреса ну слушайте соблазн велик конечно за единоразовый овощной набор там из картошки лука я сам вот задумался не пойти ли мне воевать чтобы моя семья могла получить пару килограмм картошки это просто вот соблазн колоссальный я еле сдержался да но сдержался да ну если серьезно давайте посмотрим еще следующее видео в каких условиях живут эти вот российские мобилизованные на этом видео этот путинский боец рассказывает что они там друг у друга воруют буржуйки матрасы деньги даже кроссовки у него сперли короче воруют все что плохо лежит прекрасная такая армейская дисциплина ни кроссовок ни тактики нету вон я сейчас вот в уставке хожу куда нас переселили так сказать шутер все видео фотки я тебе потом скину сейчас подожди за гонку это все хантыцы все наши пацаны сами трубы ищем сами потому что по-другому никак не получится вот это вот располага чтобы ты понимал сегодня мы спали с одной буржуйкой на такую располагу одну буржуйку она ни хрена не поможет сам слышишь какой у меня голос голос капец какой осипший половина попростывала пацанок я тебе сейчас фотки еще скину на таких матрасах нас заставляли жить пока сами тоже так сказать не украли потому что по-другому здесь прожить нельзя отойдешь просто от палатки у тебя даже буржуйки украдут а не то что вещи у меня вот допустим ни кроссовок теперь нету ни денег нету и как мне сказал этот ваш заместитель Комарова я тебе что мамочка папочка ну а что вы сомневаетесь что это вторая армия мира что это сверхдержава а почему вы сомневаетесь что в чем ваше сомнение видно же что это настоящая сверхдержава и армия такая с дисциплиной с украденными кроссовками все как положено кстати вы знаете что такое страйкбол страйкбол ну игра когда вот люди одеваются в военную форму бегают и стреляют друг друга из таких как бы специальных этих винтовок которые выстреливают такими шариками пластиками внутри краска и типа вот попал в тебя шарик он лопается и краска вот типа ты убит так вот мобилизованным в Твери выдали бронежилеты для страйкбола который вот он он может выдержать только эту вот пульку из пластика и краски а так его можно пробить чем угодно вилкой наверное даже но почему бы и нет это же вторая армия мира давайте посмотрим давай вот выдали нам сегодня супер бронежилеты страйкбольные защищают от пневматики и собираются посылать на Украину в этом гаване это подарки от Рудени каски китайского образца тоже непонятного происхождения и производства еще сделано ничего не понятно сплошная показуха кругом ничего реального не показывают нигде а кто знает можно украсть страйкбольный весь знаете меня даже больше умиляет чем эти бронежилеты которые на самом деле не бронежилеты а просто игрушка эти шапки ушанки советские это просто я такое знаете видел последний раз в одной стране третьего мира там не знаю откуда они как к ним это попало потому что это была теплая страна но там вот ходили некоторые военные в таких шапках ушанках а вот ну просто капец какой-то люди одеты с оружием все с 60-х годов ну как вообще против кого не собирались воевать вообще да им как бы вот допустим в горах это шансы потому что там как бы с той стороны люди в таком же обмундировании с таким же оружием но когда чуть-чуть уровень другой все как бы это дальше уже ничего не работает на что вообще вот сейчас Путин надеется собирая вот этих вот уже людей которых хорошо уже там за 50 одевая их вот в эту вот фейковую форму и куда-то посылают кстати эта форма еще она это старые ткани которые очень холодные то есть это вот современные одежды которые сейчас предоставляют там Канада и другие страны для Украины они теплые то есть вы можете сидеть в окопе долго и не мерзнуть а в этой вот форме в российской то есть либо надо так одеваться что ты шевелиться не сможешь не бегать не драться ничего либо замерзать вот как бы без вариантов ну как я сказал эти броники могут защитить только от этих от пулек видимо они думают что в Украине будут стрелять по ним такими пульками так ваша любимая Рубика Зомби Ленд что там что мне говорят что у нас на Ютубе какая-то проблема а у меня нормально нет нет есть друзья напишите все нормально кто нас смотрит на Ютубе потому что там в режиссерской говорят что какой-то сбой вроде все нормально не все ок я себя вижу ваша любимая рубрика Зомби Ленд первый канал в программе которая типа борется с фейками выдал кадры на которых которые происходили в России да не в России это где-то по-моему сейчас вам скажу это снимался эта программа во-первых называется антифейк антифейк на российском канале это уже смешно уже можно дальше ничего не говорить на российском канале антифейк так вот они репортаж про Германию и якобы это беженцы которые на территории Германии но на самом деле это да это Россия это Шумилкино Псковская область на границе России с Эстонией и ну а подумаешь какая разница Россию выдали за Германию но короче посмотрите потом я вам еще парочку слов по этому поводу скажу об обстановке сейчас в Германии вот с самого начала мы наблюдали что немцы очень радовались украинским беженцам да на мой взгляд обстановка в Германии как-то уходит в уже более нейтральную сторону или например уже типа завязывайте с этими санкциями нам бы зимой нормально погреться вот то есть на самом деле это никакая не Германия это волонтеры местного отделения яблоко российской партии раздают живущим по несколько дней там в очереди украинским беженцам горячую еду но для первого канала это как бы мелочи подумаешь где Германия где Россия какая разница их это не смущает борцы с фейками показывают в чистейшей воды фейк и то есть там адрес на рекламе видно на там на стенде что какой-то опачки не знаю что это в России магазин или что заправка срутгут нефтегаз которая видимо тоже где-то в Германии и даже ведро это с псковским майонезом то есть их это все не смутило как орать но самое интересное вот эта женщина которая из Германии то есть обратили внимание как она она сидит в куртке в шапке и пьет горячий чай потому что вы же знаете в Германии очень холодно они не могут себе позволить топить как в России и в супермаркетах там на полках ничего нет там они уже едят друг друга там детей своих собак уже всех съели а по улицам ходят черные геи насилуют всех прохожих ну вы же знаете мы же с вами смотрим первый канал мы же знаем что там показывают конечно да все именно так и есть в головах у тех кто смотрит первый канал ну конечно нас в Молдове да и в Украине уже в это никто не верит потому что мы бываем в Европе и мы знаем какая там ситуация и все это брехню она рассчитана просто на вообще на каких-то клинических идиотов которые никогда нигде не были ничего не понимают и вот они верят в то что им говорит российские эти вот федеральные каналы но да вот мы с вами смеемся а таких-то в России на самом деле очень много кто в это верит и они свое мировоззрение формируют именно на базе вот этого и в итоге получается вот то что я вам покажу сейчас у рядовых россиян спросили как они относятся к массовому обстрелу городов Украины послушайте что они говорят положительно это было надо мной сделать уже я считаю еще до того как был нанесен удар по крымскому обстрелу я не знаю я не никакого отношения не имею к военному руководству страны я вчера думала что это фейк но все случилось все случилось в принципе я поддерживаю и вроде и жалко скорее всего поддерживаю это называется превентивный удар чтобы та сторона поняла что как бы шутки просто опасны в этом ну очень как бы потому что там разрушено более сколько-то там я не знаю там и подстанции и электростанции и там хлебозавод остановился и горячей воды нет то как бы государство остановилось скажем так наполовину как бы если еще как бы все как какие-то провокации то может просто встать и все считаю что это неправильно но я не поддерживаю активных боевых действий считаю что надо как-то решать вопросы миром но я так же понимаю что от меня здесь к сожалению особенно ничего не зависит мы как к украинцам относимся это наши братья славяне и вот эта вот война вот представьте у нас вот у меня сын вот представить что мой ребенок фактически на гражданскую войну но я поддерживаю президента это наша трагедия да это боль это очень тяжело но мы вот сами севера у нас люди возвращаются с Украины из-за того что они не могут там жить но так ведь тоже невозможно отрицательно абсолютно отрицательно жертвы среди людей это всегда плохо я вообще не влезаю в эти дела нормально еще больше надо еще больше а то что вот мирные жители тоже страдают а у нас не страдают у нас не страдают разгромить их надо начисто всю эту бандерщину вы еще ничего не знаете Сталин три раза давал им значит поблажку и они все равно сволотями остались да пошли вы нахер ну знаете меня удивило что даже все-таки нашлись там адекватные люди которые смотрят адекватно но все-таки конечно процент сумасшедших гораздо больше потому что как бы да это наши братья это наша боль но поддерживал Путина что он по ним долбит ракеты а почему это же логично вообще все сходится как бы это мой брат я его люблю поэтому мне нравится что Путин по нему стреляет под ракетами и все как бы вот четко это просто потрясающе как вот это может уживаться в одной голове это каким надо быть полностью больным человеком чтобы так это все у тебя в башке уживалось и вот тоже провели опрос на улицах Москвы по поводу боятся ли россиянам ядерной войны два варианта ответа от молодого и от старого ну как бы разница небольшая но тем не менее послушайте тревожит ли вас вероятность ядерной войны в мире честно не знаю я блин в этом не особо разбираюсь одни запустят ракету другие все мы погибнем и не только мы так или иначе всем будет плохо так что ну как примут сверху а как думаете вообще есть ли возможность как-то всего этого избежать навряд ли почему ну сами посмотрите на ситуацию в мире и почитайте историю как раньше все пытались нас утопить и как сказал наш уже покойный Жириновский то что в этом году и в следующем все падут а россия станет как он правильно сказал возвысится не тревожит давно пора американцев сметать если американцев в ответ ответку конечно мы получим но не такой как они надо же измерять силы хватит уже издеваться над россией вы считаете вообще возможно ли это все предотвратить возможно конечно во первых байден он же вы меня понимаете надо же как бы здравого смысла из чего человек ставить власть вот первое во вторых ну там не с кем разговаривать как говорит наш министр лавров нет их таких лист раз кто она женщина который где-то воронежской области перепутать с ростовской ну все остальные что нам культуру это вот родители один родители два зачем она нам у нас своя есть культура довольно так всем нравится зачем нам это у нас есть мама папа не надо нам родить скажите а вот вы как гражданин россии как думаете в каком случае россия имеет право применить ядерное оружие и имеет ли право вообще право как сказал путин когда есть угроза суверенитета или даже больше скажем когда есть угроза существования самой россии тогда мы имеем право применить конечно то есть по мнению этого человека ну раз там лидеры маразматики и вообще непонятно что с ними еще у них там родители один родители два конечно конечно надо по ним нанести ядерный удар она говорит а ответка ну да ответка будет ну она же там что у них же какое там у них оружие в этих Америках фигня одна вот мы то удар нанесем а в ответ там что-то немножко тоже прилетит то есть это опять-таки результаты вот этого как они верили что они Украину за три дня возьмут так и они сейчас думают что ну как бы да мы то нанесем там Америку вообще в радиоактивный пепел ну и прилетит нам одна какая-то ракета которую по дороге собьют что нам бояться то есть люди живут полностью в иллюзии вообще не понимают на каком свете они живут вообще не понимают в какой стране они живут это вот абсолютно такой же эффект был в Советском Союзе я когда был ребенком я гордился я не то что даже гордился я был рад мне приходила в голову мысль как мне повезло ведь могло бы случиться такой ужас чтобы я родился в Америке например или где-то там в Германии но мне повезло я родился в Советском Союзе почему потому что я был абсолютно уверен что это самая лучшая жизнь что там-то загнивает все там у них вообще ничего нету вот что там просто ужас какой-то и сейчас вот эти люди верят что там вот то что я вам сказал полки пустые дома холодные везде геи которые они одновременно мигранты которые там всех на улице убивают насилуют ну как можно жить в таком месте конечно нет только в России в России это все нормально там процветание ну как бы да вот каждый человек думает про себя ну как бы вот да вот в моем городе как бы жопа но я же вижу по телевизору что вокруг-то процветание когда-то и до меня дойдет и вот с такой верой как бы когда-то мы ждали что скоро коммунизм построят вот сейчас они ждут не знаю чего ждут что скоро до них дойдет процветание ну пусть ждут когда-то да может быть что-то куда-то где-то дойдет Давайте напоследок пару слов про то, что происходило у нас в Кишиневе. У нас воскресенье, я присутствовал на этом, я пошел специально посмотреть, был большой митинг протеста, ну, как большой, я не знаю, сколько там было, может быть, тысяч 10-15. Шор говорит, что 70 тысяч, я его понимаю, видимо, ему на 70 выделили, он должен отчитаться за 70 тысяч. Реально, там просто не могло физически поместиться на том пространстве 70 тысяч, но неважно как бы. Важно то, что они пришли, покапишевали, эти заводилы там покричали лозунги, долой власть, долой санду, долой это, долой то, долой сё, геноцид, ужас, ужас. Там повыступали некоторые, которые сейчас пытаются пристроиться к Шору, а кто-то уже и пристроился, кого-то уже там начали подкармливать, которые там вчера, они им нравились социалисты, сегодня им Шор нравится. Неважно, важно, что им как бы нравится одно и то же, им нравятся деньги, это, наверное, нормально. Но суть в том, что, видимо, Шора всё-таки консультирует его какие-то умственно отсталые, потому что они второй раз уже в воскресенье перекрывают главную улицу Кишинёва. Я слышал мнение людей по этому поводу, люди просто в бешенстве. В нашем городе и так хроническая жопа с трафиком. У нас по центру ездить вообще невозможно, потому что улицы узкие, машин очень много, постоянно невозможно проехать. То есть можно от одного края Штефан-Челмари до второго ехать, допустим, 40 минут. Это при том, что пешком можно пройти быстрее. Ну или примерно за то же время. Люди были страшно недовольны. Зачем это Шор делать, я не понимаю. То есть какой ему это эффект даёт? Что власти будет сильно плохо от того, что ты перекрыл дорогу? Сомневаюсь я, что власти это сильно будет плохо. Простым людям очень плохо от этого, особенно у кого какой-то бизнес, таксистам, разводчикам питания, ещё кто-то, кто должен быстро двигаться. Для них это огромная проблема. Кто спешит на работу, в общем, абсолютно тупой шаг. В итоге это закончилось тем, что их начали разгонять, именно вот ту часть, которая села на проезжие части. Но, походу, полиции так понравилось их разгонять, потому что, знаете, вот когда были в прошлые годы, когда, я помню, сидели усатовцы, потом, когда позже, сами нынешняя власть, когда была оппозицией, протестовала, их очень тяжело было разгонять, потому что они вот цеплялись в палатки, там, дрались, сопротивлялись, потому что это был их протест. Эти чуваки пришли за свои, там, честно, заработанные четыре столей посидеть в этих палатках. И когда полиция начинает их разгонять, там, по-моему, один или два человека начали дёргаться, их быстренько унесли, и остальные, как бы, да пофиг, да пожалуйста, да разбирайте, чё, какая проблема. Нам не платили за то, чтобы драться, нам платили за то, чтобы сидеть спокойно, как бы, ну и всё, и как бы, а полиция так увлеклась, что, короче, снесла вообще нафиг весь этот палаточный городок, и те, которые стояли там на газоне возле парламента, и те, кто был возле президентуры, короче, очистили полностью весь город. Как бы, вот такое вот развитие события, всё от того, что нефиг было перегораживать проезжую часть, я так считаю. И также сегодня интересная новость, в отношении депутата Багдада Цирти возбудили уголовное дело, это наш такой самый ярый пропагандист пророссийский, сторонник войны, сторонник Путина, ненавистник Украины, он там уже давно в миротворце числится в базе данных врагов Украины. Так вот, антикоррупционная прокуратура сегодня сообщила о том, что депутат-социалист Багдад Цирти был приглашен для того, чтобы сообщить ему, что он является подозреваемым по делу о незаконном обогащении. Ну, было расследование года два назад Зиарул Дегарда, по-моему, нашли его дом на телецентре, который, в общем-то, ну, по деньгам, как зарабатывает Цирти, он бы себе никогда не мог купить этот дом. Но, тем не менее, он у него есть, у него есть хорошие машины, то есть, это все человек, который уже много-много лет сидит в парламенте на относительно небольшой парламентской зарплате. Как ему это все удается? Ну, вот как-то, видимо, удается. И вот решили задаться, наверное, в антикоррупционной прокуратуре, хотят узнать этот секрет, тоже, видимо, хотят такой дом, и решили у него спросить, как он это все добился. Так что, я думаю, это будет иметь свои последствия, это расследование, и я так сейчас даю это все очень коротко, потому что все, кто нас смотрит регулярно, знают, что у нас по Молдове мы делаем подробный разбор в субботу. Так и в следующую субботу у нас будет террариум, где мы с вами будем разбирать эту и все другие важные события, которые произойдут за эту неделю. Поэтому я вас призываю, кто хочет это не пропустить, подписаться, нажать колокольчик, чтобы вам пришло уведомление. Ну, а всех остальных просто прошу лайкнуть, поделиться этим видео, и кто хочет поддержать наш канал, кому нравится наша работа, то, что мы делаем, то можете сделать пожертвование для нашего канала. Там ссылочки есть в описании, вот этот QR-код, который вы видите на экране, берете телефон, наводите камеру, у вас открывается сайт Патреона, становитесь нашим патроном, насколько хотите. Доллар, два, три, десять, двадцать, все зависит от ваших возможностей и насколько мы вам нравимся. В общем-то, вот это и все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok